Вещи покупаются и выбрасываются. Одни товары заменяют новые усовершенствованные аналоги. Этот круговорот шматья в природе и есть наша с вами жизнь. Например, сегодня мы купили новый компьютер, но если завтра выйдет следующая модель, наш новый компьютер сразу станет старым. Мы помнемся, помнемся, да и пойдем покупать еще один. А тот, который был новым еще месяц назад, спрячем подальше, чтобы потом неизбежно выбросить на помойку, хотя он мог бы еще служить годами. На первый взгляд, ничего необычного в этом нет. Хочу покупаю, хочу не покупаю. Кому какое дело? А вот и нет. Дело есть и еще какое. Ведь в нашем обществе всеобщее употребление по одежке не только встречают, но и провожают. О чем говорить с парнем, который с одним телефоном ходит уже второй год? Тут одно из двух. Либо нет денег, либо нет желаний. Что в современной системе ценностей означает, либо бедный, либо у него не все дома. Дорогие «Инфинити», «Лексусы», «Кадиллаки» и внедорожники всех мастей. Этими машинами, которыми забиты современные российские трассы, сегодня никого не удивишь. Но самое главное, то, что эти новенькие авто легко мнутся и складываются. Причем не только при ДТП, но и если просто с усилием потыкать в кузов автомобиля указательным пальцем. Автолюбители точно знают, современные машины служат намного меньше, чем те, что были выпущены лет 20-30 назад. Зачем делать добротные автомобили, которые будут служить 20-30 лет, когда можно делать красивые автомобили, в два-три раза дешевле они будут, но их надо уже ремонтировать там в ближайшее время, а менять через 2-3 года. И это было взято на вооружение. Значит, надо покупателю бивать в голову, что есть мода. Уже не модно ездить на автомобиле, который выпущен 5 лет назад или 10 лет назад. Эксперты говорят, наши люди теперь неохотно покупают заграничные автомобили. А ведь было время, когда любое авто было вожделенной мечтой каждого советского человека. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. У немногих счастливых советских автовладельцев не было предела радости и гордости за собственное авто, припаркованное у дома. Посмотрите, вот она мечта всех советских автолюбителей «Машина-Москвич», ставшая вожделенной после выхода в прокат знаменитой комедии «Гайдая» «Бриллиантовая рука». На полагающееся мне по закону имя я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Или вот такой автомобиль «Жигули Копелька». Провести под ним выходные в гараже с ключом и по локте в масле было основным хобби советских автовладельцев. И вовсе не потому, что эти машины часто ломались. Просто каждый, собственноручно и любовно, усовершенствовал своего железного коня. Как бы сказали сегодня, тюнинговал. Вы удивитесь, но в 80-е, когда у нас иномарки считались недоступной роскошью, в Англии снимали вот такие рекламные ролики о нашей советской «Копельке». Усиленная подвеска. Антикоррозийное покрытие днища. Каждая «Лада» построена, чтобы уцелеть и выжить. Эксперты говорят, ненадежность современных заграничных авто привела к тому, что сегодня машины, сделанные в СССР, снова входят в моду. Посмотрите, это реклама старого доброго «Запорожца». Нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. А это первый советский кроссовер «Нива». Любопытно, что сегодня он снова в тренде. Причем не только в России, но и за рубежом. На дорогах Великобритании, например, наша «Нива», начала теснить и фермерские лендроверы, и аристократические роллс-ройсы, и астон-мартины. Автовладельцы самых разных социальных статусов выстраиваются в очередь за советским авто. Еще бы, ведь затрат на детище советского автопрома ноль, а выдержать она может какие угодно испытания. Рекламируют нашу «Ниву» сегодня даже в Швеции. Посмотрите. Теперь ты знаешь, как относиться к «Ладе». Но что уж говорить о «Ниве», когда даже старенький инвалид-запорожец за 17 тысяч рублей вот так обходит дорогой «Лендровер» на бездорожье и проезжает там, где первый позорно встает. Эксперты говорят, старенькие автомобили легко могут дать фору любой современной машине. А все потому, что качество современной продукции заметно упало. Все дело в том, что существует определенный цикл жизни товара. Этот цикл жизни товара рассчитывается таким образом, чтобы дать возможность производителю постоянно зарабатывать деньги. Представьте, если бы вы купили товар, который служил бы вечно, вы бы никогда не пошли бы покупать ему замену. Качество современных товаров сегодня такое низкое, что некоторые из них становятся просто опасными для жизни. К примеру... Субтитры создавал DimaTorzok Обладательница этой чудо-техники явно напугана. Раньше таких звуков ей слышать не доводилось. Может быть, сломанную стиральную машину еще можно починить? В любом сервисном центре вам скажут, что это невозможно. Дело в том, что вся современная техника сделана так, что ее проще выбросить, чем отремонтировать. По мнению экспертов, в этом и кроется настоящая причина ее самоуничтожения. Просто истек срок эксплуатации, заложенный производителями этих машин. Ведь смартфоны, холодильники, утюги и пароварки сегодня делаются так, чтобы уже через 3, максимум 5 лет превратиться в неработающий хлам. Это кажется невероятным, но в крупнейших компаниях существуют даже специальные отделы, которые не только разрабатывают срок службы своей продукции, но и программируют поломки, чтобы техника наверняка сломалась через несколько лет. Чинить ее бесполезно. Зато человек будет вынужден купить новую. Так производители гарантируют себе получение прибыли. На этом уже полвека строится весь западный бизнес. Когда организация производит продукцию, они понимают, из каких материалов они делают. Если это касается сложной техники, то в этой сложной технике, соответственно, можно поставить программу, которая отвечает в том числе за срок службы. Все делается для того, чтобы техника, которая имеется в пользу, устаревала, ломалась для того, чтобы впоследствии, через 3, через 4, через 5 лет, а иногда и раньше, мы покупали, приобретали за свои собственные средства аналогичные предметы. Самое удивительное, что принцип запланированного устаревания возник почти век назад, в 20-х годах прошлого столетия. Финансовые власти безрезультатно искали выход из кризиса. Как вдруг крупный торговец с недвижимостью, некто Бернард Лондон, предложил в своей критической статье радикальный рецепт оздоровления американской экономики. Его публикация называлась «Конец депрессии через планируемое устаревание». В статье предлагалось создавать обувь, машины и даже дома одноразовыми и утвердить срок годности для всех товаров на законодательном уровне. К примеру, для домов и автомобилей 5 лет, для бытовых товаров 3 года. А по истечении этого времени люди сдавали бы технику в утиль. Вторая мировая война. Кормилица и поилица Соединенных Штатов Америки. Причина появления новых миллионеров и крепкого благополучия простых американцев. Это было счастливое время, когда денег море, товаров завались. Человечество впервые в своей истории научилось производить больше, чем нужно. Еды больше, чем можно было съесть. Вещей больше, чем можно сносить. Оставалось только заставить рядовых американцев больше кушать и больше покупать. Но как это сделать? Американцы, как известно, прагматичная нация. Им жалко тратить деньги. Именно тогда и была придумана концепция общества всеобщего потребления. Ты неудачник, если не носишь такие-то часы. Ты лузер, если у тебя костюм не такой-то фирмы. Не важно, что одни часы у тебя уже есть и костюм тоже. Но ты должен обязательно купить новое, иначе ты не из нашего общества. Но ради своего обогащения лапшу на уши нам вешают не только производители бытовой техники и автомобилей. Сегодня с экранов телевизоров и в интернете разношерстные маги, колдуны и экстрасенсы. Пытаются продать нам чудо. И мы с радостью отдаем им свои кровные. По оценкам экспертов, в России только за прошедший год спрос на услуги магов вырос, только вдумайтесь, на 20%. На Западе поход к колдуньи или провидицы и вовсе обычное дело. И это при том, что за окном 21 век. Время всезнающего интернета и социальных сетей. Это фрагмент популярного в Америке реалити-шоу «Медиум» с Лонг-Айленда. Его телекамеры 24 часа в сутки следят за жизнью необычной женщины по имени Тереза Капута. Блондинка утверждает, что ей под силу разговаривать с душами умерших людей. Эту сверхъестественную способность она охотно демонстрирует всем желающим. Взгляните, вот так, например, Тереза может в магазине подойти к человеку и передать ему послание от умершего родственника. Вы хотите покрасить стены в комнате в желтый цвет? Я просто спрашиваю, потому что ваша мама сказала мне это. Ей эта идея, похоже, не очень нравится. Она мне говорит что-то вроде «Зачем? Ты видела мой дом где угодно, только не в моем доме». Еще она говорит мне, чтобы вы не беспокоились, если почувствуете в комнатах ее присутствие. Раньше я ничего такого не замечала, но теперь буду обращать на это внимание. Я не могу поверить в то, что я слышу такое послание. Ваша мама сейчас рядом с вами и целует вас, и говорит, что она ходит, чтобы вы знали, как она гордится вами, что вы будете отличной матерью и ее внуком. Подобные трогательные истории с мистическим флером обеспечивают шоу заоблачные рейтинги. Ведь американцам подобные шоу кажутся настолько убедительными, что они готовы выложить все до последнего цента за личный прием у знаменитого экстрасенса или медиума. По мнению экспертов, такая вера в целителей не от большого ума. Ведь ни для кого не секрет, что средний уровень образования в США оставляет желать лучшего. Вот, посмотрите. Детям предлагают делать вычитание, только вдумайтесь, при помощи линейки. Сначала вычитать по линейке сотни, потом десятки и единицы. Родители американского школьника, увидев такое задание по математике, приписали свой, более простой вариант решения задачи – вычитание в столбик. Однако, поскольку вычитание в столбик не соответствует требованиям школьной программы, американский третиклассник получил от учителя неот. Это не образование. Это не подготовка наших детей к конкуренции в глобальной экономике. Теперь наши дети, у которых были высокие оценки по математике в прошлом году, приходят домой с удовлетворительными и плохими оценками. О том, к чему приводит подобная тестовая система, можно судить по многочисленным роликам из интернета. Посмотрите, вот один из запросов американских граждан на улице. Назовите столицу Вашингтон, Ди Си. Сиэтл. Колумбия? Колумбия. Какая страна граничит США? Южная Америка. Сколько на американском флаге звезд? 51. Почему? Потому что 51 штат. Немудрено, что над невежеством американцев сегодня смеется весь мир. А они сами с большим удовольствием смотрят мистические телешоу. Кстати, в последние годы мода на них захлестнула и нас с Вами. Это фрагмент одной из таких телепрограмм. Вот так юный экстрасенс лечит страждущих по телефону. Там затемнение. У Вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Есть какие-то ощущения? Какой-то холодок, да, в волосе печени. Хорошо, хорошо. А вот еще один предсказатель отечественного разлива. Прорицатель, знахарь, магистр янтарной звезды, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле. В этом видеоролике видно, как он якобы помогает зрительнице вылечить сына от алкоголизма. Ничего страшного. Если есть, положите, пожалуйста, на стол и направьте телефонную трубку на фотографию. Сейчас я мечом своим щищу весь негатив. Так? К мнению экспертов, к сожалению, мы с вами сейчас из самой читающей нации постепенно превратились в людей, которые совершенно не занимаются саморазвитием. Из-за бесконечных реформ образования пострадала наша способность критически воспринимать любую информацию. Потому и верят наши люди всяким псевдоцелителям. Оно и понятно. Российские историки недавно выдвинули сенсационную гипотезу, согласно которой задолго до шумеров и египтян за полярным кругом существовала неизвестная науке цивилизация. В 1904 году экспедиция Николая Гумилёва обнаружила на островах Кузовского архипелага захоронение, которое обернулось настоящей научной сенсацией. Что же так поразило ученых и почему сенсационная находка до сих пор вызывает яростные споры? Если вы ищете ответы на эти вопросы, вот эта книга для вас. История древних цивилизаций. В ней неизвестные факты, редкие исторические документы, воспоминания участников захватывающих археологических экспедиций, которые способны перевернуть многие привычные представления о том, кто населял нашу планету в далеком-далеком прошлом. Между землей и небом война. Семь посланников дьявола. Проект стратегического назначения. Засекреченные списки. Сегодня в 19.00 на ренте. Принято считать, что мы, граждане 21 века, умнее, образованнее, грамотнее, чем наши родители из дремучих 70-х годов прошлого века, времен повального увлечения аэробикой, витаминами, лайнуса, полинга, дискотеками и расцветом немецкого порно. Дорогие современники, обернитесь вокруг себя и посмотрите, в каком мире мы живем сегодня, что смотрим, чем увлекаемся, во что верим. Да немецкое порно про веселого молочника – это верх интеллектуального самовыражения по сравнению с тем, что сегодня занимает наши умы и тело. После реформы образования в России дети, мягко говоря, знаниями не блещут. Точнее, многие дети настолько отвыкли нормально учиться, что не могут теперь выполнять даже элементарные задания. Не верите? Посмотрите на этого малыша. Стих вообще не надо давать первоклассику учить. Это выучить реально для первоклассика. Учи давай стих у лукоморья. Многие дети настолько отвыкли нормально учиться, что не могут теперь выполнить даже элементарные задания. Посмотрите, ученики показывают своим преподавателям теперь вот такие контрольные. По одной грамматической ошибке приходится почти на каждое слово. Эксперты уверены, такое качество русского языка может быть только у тех школьников, которые вообще ничего не читают. Беда в том, что такие сочинения сегодня пишет едва ли не каждый второй. А это уже не школьники, а студенты. Ребята, которые уже поступили в вузы, а значит, тянутся к знаниям. Только, судя хотя бы вот по этому ролику, со студенткой вуза в главной роли дотянуться не могут. То есть Сталинградская битва – это война за Россию? Ну, до того, чтобы в России оставался так же, как и было до того, чтобы немцы не наступали, чтобы не захватили ее. Как наша страна называлась в то время? Сталинград. Страна наша называлась Сталинград? Нет, страна… Россия. Россия называлась наша страна. Ну, а СССР вы имеете в виду? Я не знаю. Вы здесь учитесь у нас. Россияне за последние годы стремительно отупели, говорят эксперты. Именно поэтому наши люди теперь верят в магов и колдунов. При этом у них даже мысли не возникает, что их обманывают. А ведь сегодня стать экстрасенсом в нашей стране может любой желающий. Достаточно лишь выйти в интернет и наобещать с три короба. Верить в чудо – это наша такая потребность, которая с момента рождения есть. Существует у каждого человека. А все мистические экстрасенсорные шоу, они же удовлетворяют эту потребность. Поэтому, несомненно, всегда люди будут стремиться к таким вещам. Потому что в моей жизни места для чуда не остается. Меня его когда-то в детстве отобрали. Надо сказать, что в простодушной любви к магии и колдунам с нами может сравниться разве что братская Украина. Вот где на почве дремучей наивности граждан еще в начале 90-х годов дали пышные побеги самые экзотические секты. Колдовские школы, гадальные мастерские, гипнотические экспериментариумы, поставившие производство дурмана для народа на промышленную основу. Это видео несколько месяцев назад сняли киевские блогеры. На одной из улиц украинской столицы они провели любопытный эксперимент. Молодые люди предлагали всем желающим пройти бесплатный сеанс у экстрасенсов. Мимолетно узнав фамилию и имя согласившихся, режиссер проекта разыскивал их аккаунты в социальных сетях. Потом всю информацию с этих страниц девушка наговаривала в микронаушник псевдоэкстрасенсу. Политехнические лицеи, технические лицеи, в лицеях училась. Вы в лицеях были? Так, родилась 19 января. 9, 1 и 9. 19 января. Девочка рисует на графическом планшете. Ты рисуешь. Ты как художник, но не на белое полотно. Вова, Вова родился у нас 15 июля. Все плавают. Все плавают. А вы, маленький, вы рождаетесь. И цифра 1. Цифра 1. Дайте 5. 15 числа. После таких заявлений все участники эксперимента безоговорочно поверили в особый дар ясновидца. Я немножко шокирован. Когда услышал 15 число, не по себе было. Много чего он сказал, как есть. Действительно, я не ожидала. И дату рождения назвал, и два фестиваля, на которых была. Да, ну, он как-то так все угадывает. Он так все подробно обо мне рассказал. И откуда я, и чем занимаюсь. Взгляните. А вот так люди реагировали, когда узнавали, из какого источника в действительности провидец черпал знания о них. На самом деле, мы хотим сказать, что меньше выкладывайте информацию в ваши соцсети, потому что вся наша магия заключалась в вашей страничке ВКонтакте. Полицейские утверждают, что подобным роликом украинские видеоблогеры отнюдь не открыли Америку. А лишь еще раз напомнили пользователям сети, что размещение личной информации в интернете опасно. Мошенники могут использовать ее в своих целях. Потому что в социальных сетях сейчас человек в основном публикует практически все свои данные. Могу посмотреть всех его знакомых, рекомендовывать их знакомых, и я уже могу понять круг его общения, круг его интересов, группы те же самые, на какие человек подписан. Посты, которые он делает, Инстаграм, фотографии, ВКонтакте, те же самые всякие группы, паблики, цитаты. Я уже собираю безумное количество информации. Его интересы, его увлечения, ход его мыслей, его знакомые, как он часто общается, кто его лайкает. Кстати, вездесущих колдунов и провидцев верят не только наши бывшие братья из Незалежной. На Западе вообще едва ли не каждому второму мерещатся угрозы из потустороннего мира. Несмотря на то, что на дворе 21 век, одна из самых цивилизованных стран мира все еще оглядывается на всевозможные суеверия. Надо сказать, что разного вида сглазов и угроз со стороны потустороннего мира боятся не только украинские политики. Известно, что боролись с нечистью в Кремле времен Ельцина. Тайком от жен и охранников чистят карму наши крупные бизнесмены. Заказывают астрологические прогнозы депутаты. Да что там наши слуги народа, если даже американские сенаторы, эти прожженные циники и материалисты, и те, как выясняется, тоже боятся одного старинного проклятия. Сила которого уходит в глубину веков. Это проклятие еще называют проклятием президента. Именно из-за него, так утверждает народная американская молва, каждый хозяин Белого дома, избранный в год, делящийся на 20, умирает, не дождавшись выборов. Но кому из потусторонних сил не угодили американские президенты? Оказывается, эта мистическая история уходит еще во времена великого истребления индейцев. Историки утверждают, что однажды индийский вождь Текумсе, племени Шауни, великодушно дал кровь белым поселенцам, накормил и обогрел. А те потом вернулись и вырезали племя вместе с женщинами и детьми. Вот тогда-то умирающий вождь и проклял будущих правителей страны белой демократии. Ну, как говорят, проклял и проклял. Однако, народная молва считает жертвами именно этого проклятия вот уже семь президентов, включая Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Джона Кенни. Правда, некоторые скептики считают, что все это сказки, пополам с совпадениями. Присоединимся к сомнениям и мы. Тем более, что если верить индейской сказке, то следующим должен был быть как раз Барак Обама. Дай бог ему здоровья, но, как видим, не срослось. Посмотрите, это трасса 491 в США. Сейчас по ней ежедневно движутся тысячи машин. Но в 2003 году на этой огромной трассе стояло почти полное затишье. А все потому, что тогда она носила другой номер – 666. Чтобы вернуть на этот асфальт водителей и разгрузить другие магистрали, правительству США пришлось пойти на необычный шаг и переименовать дорогу. Потому что суеверные местные жители просто отказывались ею пользоваться, называя ее «путем дьявола». Из-за такого страха перед некоторыми цифрами во многих отелях США нет и 13-го номера или этажа. Взгляните. Это кнопки лифта в гостинице «Картер» в Нью-Йорке. На панели соседствуют кнопки вызова на 12-й, 14-й и 15-й этажи. Цифру 13 суеверные хозяева, видимо, решили проигнорировать. Почему же интерес ко всему магическому не ослабевает у человечества даже в 21 веке? Эксперты считают, что часто любопытство разжигают и голливудские фильмы, и сериалы. Это фрагмент из американского сериала «Говорящая с призраками». Главная героиня, Мелинда Гордон, живет, казалось бы, обычной жизнью. Она недавно вышла замуж за фельдшера, переехала в небольшой городок и открыла антикварный магазин. Но есть в ней одна особенность. Мелинда обладает способностью видеть и говорить с призраками. И такой талант не сулит никакой спокойной жизни. А здесь есть духи? Сейчас. Только два. Ну да. Здесь, в кафе? Где? Рядом с тем парнем сидит пожилая женщина. Возможно, его мать. А вот главный герой сериала – менталист Патрик Джейн. Детектив и независимый консультант из Калифорнийского бюро расследований использует свои отточенные как лезвия навыки для раскрытия тяжких преступлений. Раньше он работал медиумом, однако теперь сам признает, что симулировал паранормальные способности. Патрик, насколько я понял, вы еще и что-то вроде паранормального детектива. И я ведь прав? Я пытаюсь помогать полиции. И сейчас вы охотитесь на серийного убийцу. Как его зовут? Кровавый Джон. А вот герои сериала «Сверхъестественное» – братья Дин и Сэм Винчестеры – путешествуют по США в поисках своего пропавшего отца. И в каждой серии на их пути встречается разная нечисть, с которой приходится сражаться. Дин, что происходит? А вот герой сериала «Ясновидец» Шон Спенсер – шарлатан. Молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют ему убедить всех в том, что он ясновидящий. Отец Шона, сотрудник полиции, с детства учил сына замечать мельчайшие детали окружающей обстановки. И теперь Шон использует свои уникальные навыки, чтобы расследовать сложные уголовные дела. При этом он делает вид, что руководствуется нереальными уликами, которые он находит. Хорошо. Хорошо. Ваша взяла. Я получаю информацию, потому что я есновидец. Уведите его. Мальчик! Ваша бабушка будет гордиться. Вы с ней разговаривали? Да. С ней все хорошо. Она хочет, чтобы вы прекратили тратить деньги на этих шарлатанов. Которые гадают по руке? Да. Все эти сериалы имеют огромный успех у телезрителей из самых разных стран. Почему? Эксперты говорят, что подобные истории нравятся людям из-за того, что они хотят верить в супергероев. А экстрасенсы идеально подходят для такой роли. Люди хотят получать, во-первых, готовые решения. Не нужно думать, не нужно анализировать, не нужно делать выводы. Это свойство человеческой психологии. Даже не психики, а психологии. И поэтому каждому человеку нужно иметь кумир, на кого смотреть и кому потворствовать, кому поклоняться. Что говорить о мире потустороннем, когда даже в реальном мы сталкиваемся с обманом на каждом шагу? Взять хотя бы наш общепит. По меньшей мере, две тысячи лет мудрые китайцы рекомендуют искать причины всех болезней на дне своей тарелки. И они правы. То, что ты ешь, так ты и живешь. Более того, за последние десятилетия качество продуктов упало настолько, что сегодня некоторые эксперты уверены, современная еда – не что иное, как оружие массового поражения. Взгляните. Это знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер. Недавно он доказал, что еду из самого популярного в мире ресторана быстрого питания людям есть нельзя. И даже выиграл суд. В своем телешоу «Пищевая революция» Оливер рассказал, из чего на самом деле делаются котлеты для гамбургеров, бикмаков и прочих так называемых блюд американского общепита. Маркетологи ресторанов всегда утверждали, что их сэндвичи дешевле, чем у конкурентов, потому что они якобы закупают мясо гигантскими оптовыми партиями. Но, как выяснилось, все это, мягко говоря, неправда. На самом деле при производстве котлет для гамбургеров они использовали непригодные в пищу мясные отходы, да еще и предварительно отмытые в гидроксиде аммония для обеззараживания и придания приятного розового цвета. Как именно из внутренних органов жира и кожи повара фастфуда готовят пригодный для употребления фарш, шеф-повар показал в своем телешоу. Мы берем продукт, который годится разве что для собак, но после такой обработки его подают людям. Мы замачиваем эти мясные отходы в аммонии. Вот и все решение. Теперь становится понятно, в чем заключается секрет долголетия таких сэндвичей. Посмотрите, этот молодой человек пришел к ресторану быстрого питания, чтобы показать всем вот этот чизбургер. Как вы думаете, насколько свежий этот чизбургер? Похоже, его только что приготовили. На самом деле ему два месяца. Только вдумайтесь, этому бутерброду два месяца, а выглядит он так, словно его только что испекли. Но порой в фастфуде покупатели находят и другие секретные ингредиенты. Посмотрите, в одном из ресторанов быстрого питания, меню которого состоит в основном из курицы, пятилетний мальчик обнаружил в куске мяса опарышей. Как там оказались личинки мух, да еще в таком количестве, руководство ресторана объяснить не смогло. Зато известно, что после такого обеда ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением и рвотой. Посмотрите, а этот резиновый предмет, очень напоминающий использованный контрацептив, недавно в банке с бычками в томате за ужином обнаружил житель Брянска. А эту консервную банку с кильками в томате открыл житель Владивостока. И его находки могли бы позавидовать ученые-криптозоологи. Ведь существо, которое там было законсервировано в живой природе, до сих пор никому не встречалось. Вот такой зверь жил в банке с килькой. Жителям Уфы повезло немного больше. Приобретя пакетик с орехами, они, по крайней мере, столкнулись не с доисторическим троглодитом и не инопланетным мутантом, а со знакомым представителем фауны. В упаковке уютно обустроилась обычная моль. Перед вами кадры хроники. 1989 год. Кому-то из вас они напомнят лучшие годы жизни, которые, правда, были. С лицом грозного фельдфебеля. Именно она была настоящей царицей, от которой зависело, кто из покупателей получит лучший кусочек мясной вырезки, а кто отправится домой с костью, обмотанной жилами. Чтобы получить что-то более существенное в плане веселящих градусов, вроде портвейна или водки, требовалось сражаться не на жизнь, а на смерть. Посмотрите, оператор тех незабываемых лет запечатлел одну из таких сценок у московского винноводочного. Вот у заветного окошка, в котором всего за 87 копеек можно было купить свое самосознание в виде бутылки водки московской, орудуют самые наглые мужики, оттесняя от него остальных жаждущих. Неудивительно, что начальникам таких магазинов, да и самым обычным продавцам беленькой в винноводочном или колбасы в мясном, в те времена завидовал едва ли не каждый трудяга. О них складывали анекдоты и даже шутили, что коммунизм в стране наступит тогда, когда у каждого советского человека появится знакомый мясник или продавец портвейна. Но это были только мечты. А мечтать советским гражданам, не имеющим блата, тогда никто не запрещал. Правда, красивую жизнь с изобилием фруктов на столах и с апельсиновым соком по утрам в те времена они видели лишь в бразильских сериалах. Если ты врешь только потому, что тебя обвинят в том, что мой брат не состоялся, забудь об этом. Я никогда не был сестер. И сейчас я больше чем уверен в том, что ребенок не от меня. И вот, наконец, в начале 90-х каждый в нашей стране смог прикоснуться к заграничным деликатесам. Появились долгожданные чипсы, жвачки и гамбургеры. А потом в наши магазины, словно из рога изобилия, потекли продукты, о которых мы раньше даже не слышали. И теперь наши прилавки выглядят вот так. Все продовольственные магазины, от скромных продуктовок за углом до сетевых гигантов, ломятся от товара. Любые виды мяса, от обычной свинины до хамона, рыбы, от ментая до осетрины, молочная продукция на любой вкус. Самые разнообразные йогурты, творожки, сливки, сметана, самые экзотические фрукты и овощи. И весь этот продуктовый рай пестрит красочными упаковками. Ничета советским. Да еще и с надписями «Био», «Эко». Только разогреть. Домашний, натуральный. Только вот по словам экспертов, качество содержимого всех этих упаковок зачастую не соответствует обертке. Ведь ни за качеством производства, ни за ингредиентами этих продуктов уже давно никто не следит. Сейчас мы не можем обвинить производителей, потому что у нас нет законодательной базы. У нас есть кодекс таможенного союза, всевозможные стандарты, у нас отменен ГОСТ, у нас теперь другие рамки и другие стандарты, другие нормативы, но в которых очень много лазеек. То есть законодательство несовершенно. За последние 30 лет количество толстяков, только вдумайтесь, выросло более чем на 2 миллиарда. Это приблизительно треть всей планеты. И главная причина повального ожирения, говорят эксперты, вредная еда, которую человечество поглощает тоннами. Долгое время считалось, что самая толстая нация – это американцы. Однако сегодня проблема лишнего веса касается каждого. Оглянитесь, наши соотечественники превратились в настоящих толстяков с одышкой и талиями, едва проходящими в обручь. Но кто бы мог предположить еще 30-40 лет назад, что для нас, для России, где исторически самой высокой ценностью был просто хлеб, где вопрос выживания не раз означал просто не умереть с голоду, а пределом благополучия – поесть досыта, ожирение граждан превратится в национальную проблему. Вы удивитесь, но сегодня в списке самых жирных стран России уже на 19-й строчке, и каждый год мы стремительно набираем вес. Вы только вдумайтесь, сегодня почти треть нашего населения страдает от лишнего веса. Еще немного, и мы обгоним даже вечно жующих свои гамбургеры американцев. А ведь еще 30-40 лет назад средний вес среднестатистического гражданина страны Советов составлял недостижимые сегодня 65 килограмм. Посмотрите, такими роликами сегодня завален весь интернет. Главные герои – россияне, у которых большой вес. И еще большее желание прославиться. Вот эта чересчур упитанная дама воображает себя эстрадной звездой. А это зачем-то показало интернет публике свою попытку номер пять – влезть в джинсы. Российские мужчины также стремятся показать все, что скрыто. Посмотрите, как этот упитанный россиянин резвится в бассейне на радость людям. Именно так выглядят многие наши сограждане на отдыхе. Вот и герои этого видео демонстрируют публике внушительные трудовые мозоли. А такие зажигательные танцы у заграничных бассейнов – лишнее доказательство того, что наши мужчины внешним видом вполне довольны. Излишки килограммов не смущают ни мужчин, ни женщин. А чего стесняться, если зайти на любой российский пляж, большая часть посетителей худобой не страдают. И все бы ничего, но на паре лишних килограммов народ не останавливается. И с каждым годом население России становится всеупитание. Настолько, что это становится настоящей проблемой. Излишествами в еде явно страдают не только взрослые россияне, но и... Само понятие ГОСТ появилось еще в 1925 году. И с тех пор ГОСТы безоговорочно отстаивали качество пищевой продукции. То есть государство строго следило за каждым ингредиентом, который входил в состав любого продукта питания. И за каждым шагом производства этого продукта. Как этот продукт будет называться и что будет входить в его состав, определяла специальная государственная комиссия, состоявшая из ученых и специалистов пищепрома высшего уровня. Эксперты уверены, хотя качество продуктов в советские времена и не всегда было на самом высшем уровне, вы хотя бы точно знали, что берете к столу. Например, ГОСТ на колбасу высшего сорта строго регламентировал ингредиенты и технический процесс приготовления самой дорогой колбасы. А ГОСТ на колбасу второго сорта непременно регламентировал то же самое, но только для колбасы качество пониже. Особенностью советских ГОСТов заключалась в том, что вы получаете натуральные продукты, причем жестко выстроенная система, не просто, чтобы вы, съев их, не отравились, а в том, чтобы они не привели к длительным заболеваниям. Все эти ГОСТы согласовывались с Министерством здравоохранения, проводились клинические испытания, причем длительного характера. Поэтому советские ГОСТы во всем мире признаются как самые правильные с точки зрения здорового питания и выведения шлаков из организма с точки зрения ненакопления их путем, так сказать, неправильной пищи. Вот настоящая ГОСТовская колбаса под всем знакомым названием «Докторская». Появилась она в далеком 1936 году и называться должна была в честь отца народов – «Сталинская». Однако Сталин поручил куратору проекта Анастасу Микояну назвать продукт в честь его непосредственных разработчиков – докторов вне и мясной промышленности. Диетическая колбаса из первосортных говядины, свинины, яиц и сухого молока, одобренной знаком ГОСТа СССР, не могла быть некачественной. По ГОСТу ингредиенты были расписаны в четких пропорциях. 25% – говядины, 70% – свинины, 3% – яиц и 2% – молока. Сегодня на многих товарах, чтобы завлечь покупателей, тоже пишут слово «ГОСТ». Но теперь такая надпись не гарантирует качество. Это попытка паразитирования на уважение к старым ГОСТам, потому что действительно все, что производилось по советским ГОСТам, было качественным, было вкусным, никогда не приводило к каким-либо последствиям. И сейчас большинство производителей используют этот бренд, но это уже бренд, это нереальный ГОСТ. Производителю просто невыгодно производить по советским ГОСТам. Просто невыгодно, и поэтому он не будет производить. Но ему выгодно, чтобы вы купили его, поведясь на то, что это продукт со вкусом из детства. В советские времена недобросовестных производителей надолго отправляли в солнечный Магадан. Посмотрите, это отчет МВД СССР 1953 года об операции по выявлению расхитителей социалистической собственности. К ним причислялись те работники пищевой промышленности, которые пытались обогатиться на производстве, не доложив фарша в котлету или добавив туалетную бумагу в колбасу. Только за 7 месяцев на зону отправилось 5305 человек, сэкономивших на производстве для личной выгоды. Сегодня за то, что в колбасу не доложили мясо, в сливочное масло сливок, а в детское питание положили непонятную биомассу, уже давно в тюрьму не сажают. Как не сажают и, например, за гвоздь или опарышей, найденных в колбасе и детском питании. Максимум, что грозит за такие сюрпризы производителю, это небольшой административный штраф. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Самаре. Дорогие друзья, 26 декабря в 19.00 во дворце культуры Металлург состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которой я не всегда могу говорить с экрана. Покажу новые книги, отвечу на ваши вопросы, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте sam.concert.ru и в кассах Дворца культуры. Итак, 26 декабря я буду в Самаре. Встречаемся во Дворце культуры Металлург в 19.00. РЕН-ТВ и телеканал Дискавери представляют. В открытом космосе жидкости практически одновременно кипят и замерзают. Как устроена вселенная с Константином Хампенским. Скоро премьера на РЕН-ТВ. Принято считать, что живем мы сегодня в исключительно гуманное время всеобщего внимания к больным, слабым, беззащитным и братьям нашим меньшим. И правда, на первый взгляд все так и есть. Посмотрите, как много за последние пару десятилетий появилось на наших улицах людей, ограниченных в своих физических возможностях, где все для них – комфортабельные подъемники для инвалидных колясок, экскурсии в зоопарк и аттракционы развлечений, и паралимпийские игры. Посмотрите, какой заботой они окружены, каким вниманием и лаской. Разве помнят история человечества чего-нибудь подобное? Нет. А бездомные животные, сколько благотворительных обществ по всему миру собирает миллионы долларов на их пропитание? Сколько симпатичных собачьих глаз собирает миллионы лайков? Кажется, мы живем в самое доброе время высокой социальной ответственности, где не моги обидеть даже собачку, что уж говорить о человеке. Однако давайте отойдем от человеколюбивой рекламы и посмотрим, какова она наша доброта в действительности. И не к кошечке-собачке, и не к инвалиду в коляске, а мы сами – нормальные, социально адаптированные, большие и маленькие. Как относимся друг к другу? Посмотрите, этого молодого человека зовут Алексей Мартынов. Вот так сразу после анестезии он отважно читает рэп прямо в кресле стоматолога. Заморозка на весь рот. Е-е-е! Петь мне не дает! Этот видеоролик тоже из стоматологического кабинета. Глядя на таких зубных врачей, так и хочется лишний раз заглянуть к ним на прием. А эти врачи и вовсе пустились в пляс. Да так зажигательно, что могут дать фору любой звезде шоу-бизнеса. Глядя на этих зубных фей, вообще можно подумать, что лечение зубов – один сплошной праздник. А этот стоматолог уж точно никого не оставит равнодушным. Такие любительские концерты стоматологи разных стран мира устраивают для того, чтобы привлечь к себе на прием побольше клиентов. Правда, даже несмотря на зажигательные песни и пляски, заманчивую рекламу и призывы врачей почаще к ним заглядывать, многие люди, как огня, боятся похода к дантисту. Только посмотрите, эта американка чуть не плачет, сидя в стоматологическом кресле, и до последнего борется с врачом, который попытался поставить ей обезболивающий укол. Нет, нет, я серьёзно. Я не могу. А на этих кадрах не справился с волнением вполне себе взрослый парень. А это будни стоматологов в нашей стране. Посмотрите, до какой истерики довёл этого мальчика поход к дантисту. Ребёнок до последнего упирается, схватившись за мамину ногу и выкрикивает совсем не детские слова. Такой панический страх детей и взрослых вполне объясним, говорят эксперты. Ведь в последнее время новости, в которых фигурируют стоматологи, больше похожи на сводки с фронта. Продолжая тему здравоохранения, шла на чистку зубов, а оказалась в реанимации. Этот случай произошёл с жительницей Красноярска Мариной Ауси. Врач-стоматолог занёс ей инфекцию. На следующий день девушка оказалась в реанимации с острым гнойным воспалением. А это уже печальные сводки из Екатеринбурга. Заречили до смерти. Двухлетняя девочка, которая впала в кому после похода к стоматологу, умерла. После анестезии, которую ребёнку сделали екатеринбургские врачи, малышка полтора года была на грани жизни и смерти, и в итоге скончалась, не приходя в сознание. Ещё одной жертвой врача стал подросток из Саратова. Трагическое стечение обстоятельств или врачебная халатность. Укол обезболивающего стал причиной смерти подростка в кресле стоматолога. Глядя на такое, понимаешь, сегодня поход к стоматологу превратился в настоящую русскую рулетку. И это неудивительно, говорят эксперты. Ведь частные стоматологические клиники открыты буквально на каждом углу. За качеством их работы никто не следит и квалификацию врачей не проверяют. В интервью нашей программе врач-стоматолог рассказал, что в первую очередь должно насторожить пациента на приёме в частной клинике. Первый звоночек – игра на счётчик. Понимаете, о чём я говорю? Когда пациенту предлагают 10 зубов сразу удалить, и тут же поставить 10 имплантов, и плюс ещё по паре по бокам, нужно встать и убежать. На стенах должны висеть дипломы всех докторов, которые осуществляют приём. Если врачи ставят импланты, у них должна быть первичная специализация на имплантацию. Выводы экспертов неутешительны. Почти треть частных клиник не имеют квалифицированного персонала. К тому же там запросто можно попасть на приём к недобросовестному врачу, который обдерёт вас как липку. Схема обмана проста. Врач специально затягивает лечение, и то, что можно исправить за один-два раза, растягивает на 5-7 приёмов. Ведь его зарплата напрямую зависит от того, сколько раз пациент придёт к нему на приём. Более того, врачи не только затягивают лечение. Часто вместо дорогих материалов, за которые заплатил клиент, они ставят более дешёвые, а значит и менее качественные. От такого повсеместного обмана не ровен час и спится с горя, шутят эксперты. Главное, чтобы алкоголь попался не палён. Хотя в представлении западных обывателей русским и такой сойдёт. Ведь за бугром считают, что мы пьём всё, что горит. Однако историки уже давно развенчали миф о вечно пьяной России. Для тех, кто имеет целью выжить в современном мире и не потерять здоровье, став жертвой рекламы и модных способов оздоровления, наша новая книга «Заговор фармацевта». Написана она мной в творческом содружестве с известным врачом, профессором Сергеем Бубновским, который много лет помогает людям победить различные недуги. В книге мы предприняли честную попытку отделить мифы о здоровом образе жизни от действительно важных советов. Дать ответы на самые часто встречающиеся вопросы относительно новых лекарств и методов лечения, а также объединить и систематизировать все известные истории, способы сделать свою жизнь счастливой и здоровой. Существует одно распространенное заблуждение. В России всегда пили много, а водка – русский национальный напиток. Да что там говорить? Спросите у любого иностранца, что такое Россия, и он вначале скажет «водка». А уж потом с вариациями это может быть самовар, перестройка, Крым или хоровод. Сами мы тоже свято верим в то, что мы, русские, пьем больше всех, и победить нас в этом деле невозможно. Пьянство стало своего рода отечественным брендом, и даже, как это ни странно, предметом национальной гордости. Так вот, должен разочаровать все это заблуждение. В то время, как средиземноморские цивилизации уже вовсю практиковали пьяные оргии и сексуальные вахханалии, Древняя Русь вела до такой степели целомудренный образ жизни, что ни в одной из сохранившихся летописей, ни в одной берестиной грамоте тех времен нет ни одного упоминания о пьянстве или распутстве. Более того, летописи сохранили точную дату знакомства с напитком, отдаленно напоминающим то, что мы называем водкой. Так вот, согласно записям, первый глоток водки Русь сделала только в 1389 году. Отметим, что к этому моменту Европа пила водку как минимум 100 лет. Любопытно, что русский двор, отхлебнув по глоточку иностранного пойла, пришел к выводу, водку пить нельзя, гадкий напиток. Зато можно использовать в медицинских целях для промыва ран. Так и продавали водку долгое время в русских аптеках по каплям. Оказывается, что до прихода к власти династии Романовых русские люди, в отличие от европейцев, вообще не знали вкуса крепких алкогольных напитков и были самой здоровой нацией в мире. Что, кстати, отмечено в дневниках многих иностранных путешественников 15 века. На Руси до появления водки было несколько алкогольных напитков, слабоалкогольных, которые даже называли простые и хмельные, или пьяные. То есть, например, это был квас простой и хмельной, мед или медовуха, березовица, это березовый сок. Известно, что на рубеже 14-15 веков водка была завезена к нам из Италии. Также известно, что долгое время она оставалась под запретом. Русские князья не хотели допускать в своих вотчинах того беспредела, который творился на Западе. Они знали, что именно алкоголизм был самым распространенным пороком в Европе, со времен Древнего Рима. Обратимся к документальным свидетельствам. Шестой век. Указ правителя Англии Гальдаса Мудрого. Цитата. «Каждого монаха, напившегося до состояния того, что не может петь на службе, лишать у жена». Восьмой век. Король франков Карл Великий повелевает запретить появление в суде пьяных прокуроров и свидетелей. Шестнадцатый век. Мартин Лютер, лидер протестантов, пишет. «Германия зачумлена пьянством. Мы кричим, мы проповедуем. Не помогает». А это уже Швеция, Испания, Франция, Англия. Именно те страны, где если уж садились за стол, то пили до потери памяти. А иногда и пульса. По-другому там пить просто не умели. По этой причине, между прочим, шестнадцатый век был прозван классиками литературы пьяным столетием. Но при чем здесь Россия? Ведь русские люди к столетнему европейскому пьянству никакого отношения не имели. По поводу алкоголизма, я думаю, что в том варианте, в котором он имеет место быть сейчас, конечно, на Руси не было. Конечно, хмельной эффект от использования медовухи, он присутствовал. Но поскольку там не было каких-то этих спиртов, то это было достаточно мягкое, не отравляющее воздействие. Эксперты говорят, что заметный вклад в создание мифа о вечно пьяной России внесла в 20 веке западная пропаганда. В частности, Голливуд, имеющий особенность показывать русского мужика с балалайкой, вкушающего на завтрак, обед и ужин непременно водку и соленые огурцы. А после Великой Отечественной войны на Западе был популярен миф о том, что Красная Армия воевала исключительно в пьяном состоянии. А в качестве аргумента приводилось выражение «наркомовские 100 граммов». Однако так рассуждают те, кто не знает истории вопроса. Это выражение появилось во время финской войны, когда Ворошилов попросил Сталина выдавать бойцам и командирам РКГА по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день из-за того, что бои приходится вести на холоде. Сталин санкционировал выдачу алкоголя, но на результате военных действий это не отразилось. Водка не помогла Красной Армии преодолеть линию Маннергейма. Во время Великой Отечественной войны вышел указ о боевых 100 граммах. Но выдавали его только на линии фронта. Причем опытные бойцы от этого крепкого угощения отказывались. Ветераны рассказывали, что возможностью выпить перед боем пользовались только необстрелянные бойцы. Солдаты, научившиеся выживать на войне, от наркомовского подарка обычно отказывались, предпочитая сохранять трезвость мысли и твердость рук. Спирт в армии был так же, как и антибактериальное средство. Это средство антисептическое для обработки рук, ран. То есть его не только употребляли внутрь. Но вот боевые 100 грамм, конечно же, за Родину, за Победу, это был как антидепрессант. Советские партийные лидеры, сделавшие водку в нашей стране основой экономики, тоже способствовали расцвету пьянства. Особенно в 60-70-х годах прошлого столетия. Помните слова одного из секретарей обкома КПСС? Если политик не пьет, он либо хворый, либо подлюга. Это говорит о том, что подавляющее большинство партийных и советских работников высшего состава не желали становиться убежденными трезвенниками. Но даже такая любовь членов нашего Политбюро к горячительным напиткам не может сравниться с настоящим пристрастием к алкоголю на Западе. В частности, в США. Мало кто знает, что с 1924 по 1936 годы ни одна страна в мире не могла похвастаться таким разгулом криминала, как США. И связано это в первую очередь с введением сухого закона. Сегодня историки и аналитики признают, что заставить принудительно не пить целую страну было слишком смелым и глупым решением. Ведь вопреки ожиданиям, введение сухого закона не привело американскую нацию к трезвости. Наоборот, по всей стране появились организованные преступные группировки, делавшие многомиллиардные состояния на подпольной торговле алкоголем. По стране спиртное перевозили в кабинах машин, в багажном отделении и даже в крыльях самолета. Всего за несколько месяцев все американские штаты опутала прочная мафиозная сеть алкогольных баронов или бутлегеров. Именно в то время на вершину криминального Олимпа поднялись самые известные итальянские гангстеры Аль Капоне и Лаки Лучано. А Коза Ностра стала до такой степени влиятельной, что устраивала гангстерские войны прямо на улицах американских городов. Это мы видели в эпоху Великой Депрессии, когда в Америке был введен сухой закон, якобы для наведения порядков. И это полностью целую отрасль увело в тень. в теневую экономику и практически развратило общество. То есть люди стали пить еще больше. А вот в Финляндии сухой закон ввели в 1919 году. Он должен был стать мерой противодействия тотальному пьянству скандинавского народа. Однако результаты оказались обескураживающими. Несмотря на то, что своей гангстерской империи у спокойных финнов не возникло, масштабы самогоноварения и контрабанды за несколько лет выросли до устрашающих размеров. В Финляндии во время существования сухого закона очень резко возросло самогоноварение и контрабандный ввоз алкоголя в страну. И потребление душевое, оно не только не уменьшилось, но оно по каким-то причинам увеличивалось, в том числе и по причинам вот этого контрабандного ввоза. Мало кто знает, что контрабандный алкоголь попадал в Финляндию по морю. Морские бутлегеры изобрели так называемые спиртовые торпеды. Корабль преступников шел своим курсом, а за кораблем на длинном канате плыла связка из сотен жестяных канистр со спиртом. Был изобретен такой оригинальный способ, спиртовые торпеды, когда специальная емкость, заполненная спиртом, она буксировалась за судном и была соответствующим образом снабжена балластом в виде мешков с солью. И при приближении пограничников, при приближении патрульных судов кораблей, контрабандисты могли всегда затопить эту емкость на дно и пройти проверку соответствующую. Таможенники проверяли корабль, ничего не находили и уплывали. А контрабандисты через несколько часов возвращались к тому месту, где был утоплен ценный гроз. За это время соль растворялась, и спиртовая торпеда всплывала. Оставалось снова зацепить ее за соляной мешок на корме и плыть дальше в сторону Финляндии. Именно в Скандинавии еще в 19 веке эта проблема приобрела катастрофические масштабы, и поэтому именно в Скандинавии лучше все разработала алкогольная политика. Поэтому на самом деле проблема борьбы с алкоголем, ее реально нету, потому что эту проблему уже решили скандинавские страны. В итоге, в самом конце 1931 года сухой закон на территории Финляндии был отменен. Однако достаточно жесткое регулирование алкогольного рынка сохраняется там по сей день. После падения железного занавеса в Финляндии получил широкое распространение водочный туризм. Перестроечная Россия открыла двери для иностранцев, и финны автобусами ехали в Петербург на выходные с совершенно конкретной целью – напиться водки, проспаться и уехать обратно. В Санкт-Петербурге, если вот видят ленинградцы пьяного человека, у них сразу мысль, что это гражданин Финляндии. Потому что как будто в последний раз вот у них такое было вот жажда вот этого алкоголя, который как раз вот вырабатывается вот этими запретами. В России, конечно, тоже варили самогон, но не в промышленных масштабах, как финны, и уж тем более не стреляли людей средь бела дня, как американские бутлегеры. А все потому, что в нашей стране испокон веков существовала культура застолий. Вот, например, роспись с царским кушанием – письменный памятник 17 века, содержащий перечень блюд московских правителей. Есть там утки и зайцы верченые, то есть жареные на вертеле. Много блюд из баранины, говядины и рыбы. Обилие выпечки. Кроме пирогов и ушек с фаршем, указаны манты и слоеные лепешки из пресного теста. А каково разнообразие первых блюд? Уха. К примеру, щучья, окуневая, карасевая, стерляжья. Но кроме рыбы, в нее нередко добавляли куриное мясо и зайчатину. Уха была разных цветов – желтая, красная, белая и даже черная. Студень готовили как мясной и рыбный, так куриный и грибной. Холодных закусок, салатов, паштетов, рулетов. Из одних только грибов насчитывается более 50 видов. Несчесть, солений, копчений, квашений. Все это описано во второй части росписи. К сожалению, первая часть под названием «Хлебная» не дошла до наших дней. Пропала предположительно во времена Петра Первого. Много утеряно, много утеряно. Наша черная соль, бородинский хлеб, русский хлеб, да много чего. Ряженка, варенец и все остальное. Наше вологодское масло. Куча таких, можно назвать, тысячу продуктов, которые просто вот ушли в бытие. Кстати, многие историки убеждены, что Петр Первый поспособствовал тому, чтобы сделать из русского народа горьких пьянец. Табакокурение и пьянство царь стал насаждать посредством строжайших указов. Попирались древние православные традиции степенства и трезвости. Слабоалкогольные меды стали уступать место крепким напиткам. Но спаивал русский народ не только Петр. Оказывается, царь Николай Первый был заядлым виноторговцем. Он приписывал целые деревни крепостных крестьян к своим винокуренным заводам. Выгоняя их с насиженных мест, разрывая семьи. И только ради того, чтобы они выращивали картофель. Необходимое сырье для перегонки и получения спирта в государственных масштабах. Тогда-то по стране и прокатились печально известные картофельные бунты. Вот только не против ценной культуры бунтовали крестьяне, а против царского гнета. Вот уже после Петра Первого Русь очень хорошо споили. И практически в каждом доме стоял самогонный аппарат. Варили самогонку, пили ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok где вся счастлива, где пресса честна, а холодильник пола. Америка волшебная страна, где сбываются мечты. А западный мир это такое диковинное пространство, где на неведомых дорожках, ухоженных городов добрые полицейские всегда спасет даже котенка. Где свобода настолько безгранична, что даже если встретится вдруг избушка на курьих ножках, то это будет не свалка пустых банок из-под Кока-Колы посреди улицы, а образец высокого искусства охраняемой государства. А мы? А что мы? Биомасса маникультурная, как рассказал однажды известный наш писатель немецкому радио. Только и остается, что облизываться на чужие прелести, да завидовать. И ведь не поспоришь. И все-таки, какой же он настоящий, этот западный мир? И не после недельной туристической поездки, а на самом деле. Посмотрите. Например, на окраине небольшого города Германии вот такая квартира площадью около 50 квадратных метров сегодня стоит порядка 800 евро в месяц. Это примерно 51 тысяча рублей. В Мюнхене или Берлине такое жилье будет стоить еще дороже. Да, собственно, проблема, насколько я понимаю, в первую очередь одна дорогая коммуналка. Коммуналка у них реально дорогая. Я неоднократно слышу в ряде стран, ну, скажем, в Англии там традиционно, там спартанское воспитание, эти раздельные краны и так далее. В той же Испании безумные счета за тепло и электричество, условно говоря, там на трехкомнатную квартиру там, ну, 400 евро или что-то в этом духе, или даже 700 евро, я не помню. Вот. И, соответственно, там очень бережно подходит к расходованию этого всего хозяйства. Это может показаться невероятным, но коренные немцы стоят в очередях, чтобы арендовать для себя жилье. Недорогих съемных квартир в крупных городах Германии сегодня не хватает даже коренным жителям. Положение резко усугубилось тем, что в страну понаехали мигранты. Но местные чиновники придумали отличное решение проблемы. Из недорогих съемных квартир горожан выгоняют, а на их место селят беженцев. Посмотрите, вот так выглядят типовые квартиры, которые в Германии предоставляются мигрантам. Здесь есть абсолютно все для комфортного проживания. Душевая, туалет, спальня, кухня. Причем с мебелью, техникой и даже всей кухонной утварью. Но нелегалы даже этому не рады. Им вообще наплевать на немецкое гостеприимство. Есть такие случаи, где вообще не уважают, не уважают то, что дали им. Напиваются, нажираются, ломают окна, стекла. Рассказывали мне ребятам. В самих квартирах я не заходил к ним, где они уже живут, но там уже грязно, воняет. Неприятно, да? Неудивительно, что некоторые люди в цивилизованной Европе просто доведены до отчаяния в решении квартирного вопроса и готовы на все. Так недавно из больницы на востоке Англии суд выселил 63-летнего пациента, который лежал там два с лишним года. Мужчину госпитализировали в августе 2014-го. Пациенты и врачи пожаловались, что этот джентльмен используют госпиталь в качестве отеля. В конце концов, суд вынес постановление освободить больничную койку и мужчину выселили. Я не чувствую вины, я чувствую сожаление. Вы не можете себе представить, насколько это жестоко выселить меня отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok А целая семья с пятью детьми. Где же они спят, спросите вы меня? Они спят в дополнительной спальне, которая находится здесь. Здесь две кровати, которые спрятаны прямо в полу. Купить даже такой крошечный дом не по карману большинству жителей Великобритании, поскольку цены на недвижимость заоблачные. Например, вот этот дом был продан за 275 тысяч фунтов стерлинга. Это 20,5 миллионов рублей. Для сравнения, на эти деньги можно купить элитный особняк в пригороде Москвы. Но и это не предел. Взгляните, недавно в Лондоне выставили на продажу квартиру, которая уже вошла в историю как самая маленькая в мире. Только представьте, ее площадь всего 5 квадратных метров и 40 квадратных сантиметров. Находится это жилище в подсобном помещении одного из домов в элитном районе Найтсбридж. Но самое удивительное даже не размер, а цена квартиры, за которую ее выставил нынешний хозяин. 200 тысяч фунтов стерлингов или почти 15 миллионов рублей. Причем, как правило, отдав баснословные деньги, покупатель получает жилье отвратительного качества, в сравнении с которым наши хрущевки – царские хоромы. На самом деле в Англии очень многие дома, практически картонные, они построены в один кирпич. То есть дома очень холодные. Плюс прибавьте к этому деревянные окна с одним стеклом, окна, которые с дырками прогнившие. В итоге вам будет очень-очень холодно, даже осенью. Я уже молчу за зиму. Вы будете просто работать на отопление. И вообще у англичан, по нашим меркам, весьма странное представление о жилье. Типичная английская квартира со спальней 7 квадратных метров – это европейский стендап. В квартирах часто нет даже ванной комнаты. Может быть, только крошечный душ. Квартира, сопоставимая с нашей двухкомнатной хрущевкой, считается жильем выше среднего. А все, что больше 70 квадратных метров – это уже элитное жилье. А вот какое решение квартирного вопроса придумали власти Швеции. Посмотрите, в таких спичечных коробках сегодня ютятся сотни тысяч шведских семей. Строится оно быстро, стоит недорого. Дело в том, что разрешение для строительства таких домиков не нужно. Недавно его отменили власти Швеции с одним лишь условием. Площадь такого жилья не должна быть больше 25 квадратных метров, а высота не выше 4. Жилище, безусловно, небольшое. Но это, по мнению молодых шведов, лучше, чем, например, жить с мамой. Словом, так выглядит европейский стандарт. Европейцы очень прижимисты, и они привыкли на всем экономить, и, соответственно, на жилье они экономят в первую очередь. В России широкая русская душа требует обычно просторности, просторности квартир. В Европе это сразу все упирается в то, что надо платить. Первое – это налог на недвижимость, особенно на большие площади, на лишние квадратные метры. Второе – надо отопливать. Очень дорогие коммунальные платежи в Европе, особенно отопление, на нем предпочитают экономить. Соответственно, маленькие площади, они позволяют европейцу существенно экономить на содержании жилья. А вот еще один европейский стандарт. Живя в квартире размером с коробку, да еще и с родителями, западная публика не может отказать себе в дорогих брендовых вещах. Например, одежду во время скидок там готовы скупать килограммами. Эксперты неумолимы. Запад захлестнула эпидемия тотального потребительства. Сегодня уже никого не удивляет, что хождение по магазинам для многих из нас стало разновидностью психотерапии. Мало того, даже в медицинских изданиях говорится о пользе шоппинга как средство против стресса. Не ладится личная жизнь – купи новое платье. Не складываются отношения с начальником – не тормози. поссорился с родителями – купи им подарок. Сегодня потребление стало настоящей новой религией. Но что это значит для современного общества? Взгляните! Вот этот ролик набрал более 7 миллионов. Миссис Клаус О, Джейк! Спасибо тебе большое! Ты, наверное, думаешь, Санта Клаус, что моя сестра мне очень сильно не нравится. Но я ее очень сильно люблю. И это все, что мне нужно, чтобы быть счастливым на Рождество. С любовью, Джейк! Что примечательно, это сентиментальное видео на самом деле реклама популярного на Западе бренда одежды, чьи предрождественские продажи буквально взлетели после появления этого ролика. Маркетологи признаются, прибыль от подобной рекламы столь высока, что владельцы компаний не скупятся, приглашая для участия в рождественских роликах именитых актеров. Начальник станции Фред? Это Раль. У вас есть ножницы, картон, фольга, удлинитель? Что еще? Хорошо. Насколько высокая? Теперь дело за нами. Глядя на такие рекламные мини-фильмы, многие уверены, что таким способом компании искренне поздравляют с рождественскими праздниками. Однако на самом деле цель таких роликов подготовить потенциальных клиентов к предстоящим масштабным тратам на новогодние подарки и праздники. А чтобы подстегнуть покупателей прийти в магазин наверняка, маркетологи обещают распродажи. Правда, если раньше скидками привлекали в основном магазины одежды и обуви, то сегодня рождественские распродажи обещают все, кому не лень. Начиная от мебельных фабрик, с салонов сотовой связи, заканчивая торговыми центрами. Так в последние годы накануне праздников ставку на распродажи делают и многие владельцы отелей, рекламируя специальные предложения на номера в период праздничных выходных. Хотя на самом деле, если бы поинтересоваться историей ценника, то он, может быть, стоил 55 до этого. Но психологически это как раз воздействие на потребность и потребность приобрести нечто на халяву. То есть вот это вот ощущение, что да, это же было 100, а теперь 50, дейшеву, как говорят в Азии нашим туристам, это такое программирующее слово. Дейшеву. Чтобы предложение оказалось еще заманчивее, в качестве приятного дополнения многие отели предлагают праздничную программу с непременной рождественской атрибутикой. Так, американский отель в Аклахоме приглашает клиентов отметить Рождество поездками на каретах, по заснеженным тропинкам и встречей с Санта-Клаусом. А вот кондитер отеля в Новом Орлеане решила покорить посетителей двухметровым пряничным пирогом в виде елки по мотивам народной песни о 12 днях Рождества. Я простолась посреди ночи накануне Рождества и позвала своих родителей. Я сказала им, что у меня есть идея, и мы устроили мозговой штурм, рассуждая, как можно ее воплотить. Мои личные 12 дней Рождества в Новом Орлеане. Я посмотрела на оригинальные 12 дней Рождества и постаралась повторить все эти символы из оригинала. Эксперты говорят, на поверку цены в отелях праздничные дни оказываются выше, чем обычно. Поэтому, чтобы оправдать стоимость номеров, владельцы отелей придумывают эксклюзивные программы. Так, отель в Маниле превратил для маленьких посетителей холл-здания в мини-сказочный город с гигантскими пряничными домиками и медведями-аниматорами. Дети также могут посетить нашу праздничную кухню, где они могут попробовать специальные деликатесы, которые были приготовлены шеф-поварами отеля. И еще там есть уголок с печеньями, где можно сделать домики из имбирных пряников. И страна конфет, где дети смогут купить конфеты. Сейчас маркетологи активно зазывают тратиться на подготовку к новогодним праздникам. А ведь еще недавно убеждали нас, что мы просто обязаны побывать на главной распродаже года. Взгляните, это Черная Пятница, событие которого американцы ждут больше Дня Благодарения и Рождества. Блогеры со всей Америки выложили в интернет видеоотчеты с распродаж. Покупатели врываются в магазин. Участи тех, кто упал, не позавидуешь. Обезумевшая толпа идет прямо по ним. Подобное безумие в США происходит ежегодно. Главная распродажа года происходит в последнюю пятницу ноября. Поэтому она так и называется Черная Пятница. Скидки на любые товары достигают 90%. Очередь в магазины люди начинают занимать еще с ночи. А оказавшись внутри, буквально теряют рассуды. Посмотрите, народ обезумев не только сносит двери и полки магазинов в погоне за товаром. Взбесившиеся покупатели устраивают массовые побоища. Причем дерутся не только мужчины, но и женщины. КОНЕЦ Для многих Черная Пятница в прямом смысле стала черной. За последние 10 лет в результате штурма прилавков погибли 7 американцев. Более ста получили тяжелые травмы. Эксперты говорят, что если уж основатели Черной Пятницы американцы за век существования распродаж до сих пор с ажиотажем набрасываются на уцененные товары, то что тогда удивляться жителям бедных стран Африки? Взгляните, там в Черную Пятницу люди дрались за туалетную бумагу. КОНЕЦ Но, пожалуй, самые отчаянные потребители живут в Китае. Там несколько лет назад мир шокировал китайский студент Ван, продавший свою почку ради модного планшета и телефона. Чтобы получить деньги быстро, он откликнулся на объявление черных трансплантологов, причем за ничтожную сумму – всего 3 тысячи долларов. КОНЕЦ Когда мой сын пришел домой, он принес планшет и смартфон. Я спросила, где ты взял деньги? Он ответил, мам, я продал свою почку. В этот момент я почувствовала, будто небеса разверзлись над моей семьей. А недавно одна семейная пара из Шанхая, желая получить популярный гаджет, продала собственную новорожденную дочь. Сразу после родов, получив сумму примерно 230 тысяч рублей от покупателя, они потратили их на гаджет, кроссовки и другие мелкие вещи. Люди просто, скажем, ставят человеческую душу и предметы на одном уровне. То, что они продали там своего ребенка и купили шмотки, это как бы они в их представлении, в их вот этом психозе, в этом большом психозе, они одну вещь поменяли на другую. Понимаете? Вот это удивительно, как так люди функционируют. Но такие люди есть, их достаточно много. Эксперты говорят, что в шапоголизме большинства покупателей виноваты маркетологи, которые на протяжении десятилетий внушали людям необходимость все время что-либо покупать. Мало кто задумывается, что свои продажи предприниматели увеличили за счет всевозможных праздников. Так, например, если сейчас владельцы магазинов заманивают покупателей новогодними витринами, то не успеют потребители отойти от рождественских трат, как на смену снежинкам и елочкам. В магазинах появятся сердечки и купидоны, символы праздника Дня Святого Валентина. Этот пусть католический, но прижившийся в России стараниями продавцов праздник, неизменно вынуждает снова наших соотечественников опустошать свои кошельки. Кроме того, за Днем Влюбленных следует буквально череда праздников, на которые наши соотечественники вынуждены тратиться. Это 23 февраля и 8 марта. Однако и после них маркетологи снова не отпустят потребителя с крючка и объявят сезонные распродажи. Мы не просто страна вечных праздников, мы страна правового торгового беспредела, того, которое влияет на психику покупателя. И вот если мы посмотрим, проанализируем все предпраздничные рекламы, мы не найдем ни одной рекламы или рекламной кампании, которая была бы сделана просто так, обращенная к сердцу человека, к духовности, к семейным ценностям. Между тем, ситуация не настолько плоха. Некоторые наши соотечественники в последние годы стали дальновиднее и больше не бегут, сломя голову, скупать товар на распродажах. Но нездоровый шопоголизм – это еще полбеды. А вот маниакальная тяга к новомодным гаджетам попахивает психологическим диагнозом, говорят эксперты. К примеру, настоящее безумие у людей вызвали недавние старты продаж нового смартфона от известной яблочной компании. Посмотрите, вот такие километровые очереди снял очевидец в Лондоне. Желающих приобрести новый гаджет было так много, что охранникам пришлось делить покупателей на специальные секции. А это уже улица Сингапура. Народу было так много, что яблоку в буквальном смысле было негде упасть. А эти кадры были сделаны в Москве. Люди занимали очередь за смартфоном, только вдумайтесь, почти за сутки. Многие приносили с собой спальники, грелись горячим кофе и коротали время за игрой в шахматы. А я о чем-то буду рассказывать. Давай, давай. Психологи давно бьют тревогу. Зависимость от гаджетов провоцирует людей на неадекватные поступки. Так, подростки из штата Массачусетс недавно похитили 19 смартфонов последней модели из фирменного магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как семеро парней и девушек входят в магазин, выключают систему безопасности, забирают телефоны и беспрепятственно покидают торговый центр. Одних желание иметь популярный смартфон толкает на преступление. У других развивается фобия. Человек панически боится потерять драгоценную игрушку. Например, недавно норвежским пожарным пришлось освобождать 20-летнего ката Бернстона Ларсена из отверстия общественного туалета, где парень застрял, пытаясь достать упавший в унитаз телефон. Такие истории сплошь и рядом. Когда телефон недоступен, у многих случаются нервные сры. Посмотрите, этот посетитель фирменного магазина во Франции начал разбивать на прилавках модные новинки, потому что не мог себе позволить ничего купить. Что происходит? Недавно одержимость западных потребителей высмеяли автора американской юмористической программы. По сюжету пользователи гаджетов сравнивают с безликой толпой, восхищающейся унитазом. При этом внушают, что есть только один способ сидеть на белом друге. Неожиданно появляется герой, которого играет Бенедикт Кэмбербэтч и демонстрирует всем новый унитаз, на котором можно сидеть задом наперед и быть крутым. Представляем новый туалет. Гладкость чаши унитаза позволяет вам сидеть на нем в крутой позе, задом наперед. Мастерство, которое вы ждете от производителя, в паре с революционным дизайном, привнесут уверенность в вашу ванну. Популярность этой пародии неудивительна, ведь в ней точно отражается тот массовый ажиотаж вокруг модных гаджетов. Если человек считает, что сесть на унитаз задом наперед, это значит быть в тренде, быть, скажем так, человеком продвинутым, имеющим последнюю модель гаджетов, то этого человека пора уже сливать в этот самый унитаз. Очевидно, что сегодня мы живем в мире сплошного обмана и иллюзий. Мы с вами уже завтра в программе «Военная тайна». А как всегда, по воскресенье, ближе к...